Христианам он пытается пробраться, как ты говоришь, захватить твой разум, стеснись, чтобы ты не спала, чтобы ты там заморачивалась. А вот когда ты, нам Господь говорит, противостаньте дьяволу, у нас есть это все оружие, хвалите Бога, хвалите Бога во всякое время, противостаньте дьяволу. То есть, если дьявол знает, что в наших мыслях прославление, он уже такой, ого, этот человек знает Иисуса, пойду-ка я отсюда. Он все время поет песню прославления, он знает, что такое слово, я пойду-ка от него, потому что сюда мне не пробраться. Ну, то есть, на нас есть вот эта защита, у нас есть власть, да, наступать на всю силу вражи, да, нам Господь сказал, противостаньте. У нас не только есть власть, как бы, самим, да, наступать и самим защищаться, но у нас есть власть защищать людей за нашими спинами, да, и мы, на самом деле, как служители прославления, настоящие воины, в плане того, что мы своей верой, да, своими счетами можем закрыть тех, кто входит в это Божье присутствие, да, потому что мы, есть живые камни в этой церкви, да, куда входят люди. на наши спины, чтобы насладиться Божьим присутствием, и это, мне кажется, самое главное в служении, в любом служении в церкви, да, там, если ты там просто здравствуйте на входе говоришь, ты тоже, ты тоже этот камень, и через тебя вот люди входят, и это, ну, Митя, да, Господа, и вот это, это на самом деле самое, мне кажется, вообще лучшее в служении Бога, да, то есть, на самом деле, когда мне еще очень сильно сложно, я обращаюсь все время к книге откровений, где написано, что вот люди в белых одеждах из всех языков, из всех народов, они будут служить Богу день и ночью в храме, да, и вот это как какая-то мечта просто, то есть, если раньше я читала книгу откровений, видела там сплошные ужасы, сейчас я вижу вот это место, да, которое готовит Господь, и мы, мы, как бы, собственно, в этом направлении и идем, мне кажется, ну, вот, и еще, я знаю, что тебя хотела спросить, такой вопрос-сюрприз, конечно, после, сколько, 40 минут мы с тобой говорили о прославлении, о поклонении Господа, и такой вопрос в конце, а почему Иисус Христос? Почему, почему Иисус Христос, почему ты вот решила за Ним идти, потому что, ну, много всего же в жизни, я имею в виду, почему, почему ты вдруг сказала Иисусу Христосу да? Ну, потому что Иисус есть Христос, Ему невозможно не сказать, да, когда Он приходит своим сверхъестественным присутствием в твое сердце, когда ты Ему открываешь это сердце, да, ты признаешь то, что да, все, что было до, это вообще, ну, это только смерть, это только разрушение, то есть, да, в этом нет радости, в этом нет счастья, я стремилась к тому вообще, прежде чем прийти в церковь, естественно, о чем люди мечтают, да, быть счастливым, у кого-то не спроси в основном, в большинстве случаев, о чем ты мечтаешь, хочу быть счастливым, да, хочу, чтобы там, ну, у меня, прежде всего, была мечта о том, чтобы мой ребенок был счастливым, чтобы он, например, не прошел те обстоятельства, которые я прошла в своей жизни, да, чтобы, там, не так, как в мире говорят, да, шишек набьет, типа, на своем пути научится, больше не будет так делать, я не хочу, чтобы он набил этих шишек, я мечтаю о том, чтобы он уже знал, как надо делать правильно, чтобы не набить эти шишки, он знает о том, что есть в мире, он знает, что весь мир лежит возле, он свои 10 лет, он это уже знает, он знает, что, он уже говорит, там, ну, они же Бога не знают, ну, они там потерятся, они же Бога не знают, ну, то есть, он уже в своем, в таком маленьком возрасте, но уже Господь его знает, это же великое чудо, что Бог меня знает, Создатель мира меня знает, то есть, Творец, Он меня знает, и вот именно мой приход к Богу, моя любовь к Христу началась через Бога, да, я начала читать о Нем, как о Человеке, как о Личности, да, Он Бог, да, но Господь его прислал на эту, послал на эту землю воплоти, как человека просто, и если смотреть на Христа, на Его жизнь, как Он исцелял, что Он делал, как Он общался со своими учениками, это безусловный пример того, как нам надо жить, смотреть на Иисуса, делать, как Иисус, да, у моего друга Кирилла вот здесь был, у него, кажется, он тоже слушает нас с нами в команде прославления, у него на браслете написано, чтобы сделал Иисус, то есть, прежде нам, чтобы сделал Иисус, да, то есть, мы не хотим вспоминать, да, а как Иисус, да, быть как Иисус, быть как Он, Господь, Он совершенный Бог, просто, в нем нет изъяна никакого, и я, ну, то есть, у меня было желание изменить, прежде всего, свою жизнь и изменить себя, потому что я не была совершенным человеком, и никто не совершенен, если неверующий человек зайдет в церковь, где будет прославление, такое, ну, он услышит прославление, я уверена, что мало кто останется без внимания, и, ну, да, нам Господь говорит, званых много, да, но я знаю, что Господь, мы, то есть, мы оказываемся, сейчас сформулирую, то есть, почему это не я выбрала Иисуса, это Иисус выбрал меня, вот так правильно сказать, то есть, это не я выбирала, идти мне за Иисусом или нет, это Иисус меня выбрал, когда я родилась, то есть, Он знал меня от рождения, ну, если знать Новый Завет, то там написано, что Он соткал меня во чреве матери, да, Он дал меня, то есть, вся моя жизнь, она уже была под взором Бога, и в определенный момент своей жизни я, наконец, пришла в церковь, но это могло быть и раньше, вот, и я мечтаю о том, чтобы мой сын знал Бога, как Он его знает от самого рождения, то есть, находился в этой радости, да, как Господь нам сказал, радуйтесь в любых обстоятельствах, находиться в этом мире, в этой радости, и Он реально ходит, радуется, Он всегда веселый, у Него всегда все хорошо, там, все говорят, ой, Лёва, вообще, там, у Него все прикольно всегда, то есть, когда мы, вот, именно находимся в этой радости, и когда мы, ну, то есть, и я хочу сказать вот о том, ну, об Иисусе, да, что, когда Он в нашем сердце, и когда мы знаем, что Иисус, Он есть Христос, что Он неизменен, что Он сказал, не оставлю тебя и не покинул вовек, то есть, что бы ты ни делала, что бы, ну, то есть, Он никогда уже от тебя не отречется, Он взял тебя в твое дело, Он назвал тебя своей дочерью, и Он, а там уже дальше развитие, то есть, это, мы меняемся, мы преображаемся, если мы доверяем Богу, если мы доверяем Богу свою жизнь, то Он совершает чудесные действия. Я, например, я хочу сказать, я по первой специальности, я хореографа, я с пяти лет занималась балетом, я никогда не пела, то есть, я танцевала, ну, если вот творчество, чтобы быть, но когда я пришла к Богу, вот, я стала петь, Господь, Он просто, Бог чудес, Он раскрывает наши таланты, и Он дает нам возможность развиваться в этих талантах. Смогуете? То есть, это такая... Я предлагаю сейчас помолиться, так как наш эфир будет потихонечку заканчиваться. Давай. Вот, и воспоем после молитвы. Господь, мы благодарим Тебя за сегодняшний день, за возможность общаться даже на таком большом расстоянии, за то, что люди могли услышать наше общение, Господь, потому что мы верим, что когда мы общаемся, кровь Иисуса Христа очищает нас, и мы, Господь, ищем Твоего присутствия, Твоего поклонения, и сейчас молимся за всех людей, которые называют себя христианами и таковыми являются, и мы их благословляем. Они сейчас сражаются на передовой, как сражаются врачи. Мы благословляем всех врачей, которые сейчас в реанимациях и служат другим людям. И помоги нам тоже быть этими служителями в духовном плане, быть теми, кто на передовой, Господь. И благословляю всех служителей команд по планине и прославления. И я благословляю Лену и всех, кто сегодня будет слушать, кто будет слушать нас после этого эфира, записи или еще каким-либо образом. Господь освящает наши жизни, да наполняет нас, и да будет Его святая воля в наших жизнях, и да будем мы святом всем людям. И да будут люди входить в этот свет, и да будут радоваться, и будут находить опору в Боге, во имя Иисуса Христа, во всех сложных обстоятельствах этой жизни. Мы благословляем всех людей, которые сейчас находятся в сложных ситуациях, которые находятся в больнице, в страхе или в ужасе, чтобы это отступило во имя Иисуса Христа. Господь вас любит, вы драгоценность в Его глазах. И мы вас благословляем во имя Иисуса Христа. Алёночка, а ты меня видишь? Я тебя не вижу, но я тебя слышу. Я слышу, Алёночка. Сейчас подожди, я еще разочек. Да, хорошо. Мы сейчас переподключим. А что ты видишь на экране? У меня просто застывшая картинка и вращается такой кружочек. Давай сейчас я посмотрю. Сейчас, я не знаю, что произошло. Но тебя слышно. Ты слышишь меня? А, вот все. Появилось? Ну, изображение замирает, но твой голос слышен. Может быть, мы попробуем спеть? Давай. Милостиво велика, Божья, якова, Больше, лучше, лучше, море, И выше, выше, чем облака. Трости над лунной, не преломито, На пляжь его не угости. Трости над лунной, не преломито, На пляжь его не угости. Трости над лунной, не преломито, На пляжь его не угости. Трости над лунной, не преломито, На пляжь его не угости. Трости над лунной, не преломито, На пляжь его не угости. И трости над ломленной небе ловит, на курящего небе угостит. Спасибо, драгоценные, что вы были с нами, что вы пришли хотя бы на минуточку, на секундочку. Мы верим, что через эти эфиры будут благословения для вас. И мы хотим просто провозгласить любовь Бога, Отца нашего, через Иисуса Христа в ваших жизнях. И благословляем вас, и это будет хвала в наших сердцах. Потому что Господь нас любит, каждого из вас любит Бога, Иисуса Христа. И благословляем вас, и слава нашего Отца Небесного, за эту возможность общения и введения прямой вверх. Спасибо. Леночка, спасибо. Пока. Техническое у нас. Да, я не знаю, что происходит, я себя не вижу, конечно, но ничего. Ну, спасибо тебе, основной эфир у нас получился. Получился. Спасибо. 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 Спасибо.